Реализацию в текущем году госпрограммы развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области обсудило региональное правительство. В ходе заседания были также определены приоритеты на ближайшие годы в этой сфере. Участие в обсуждении приняли руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев и его коллеги по Нижней палате Федерального парламента Сергей Веремеенко и Юлия Саранова. Открывая заседание, Игорь Руденя отметил, знаковыми событиями в дорожной сфере станут ввод северного обхода Твери и высокоскоростной железнодорожной магистрали, проходящей по Верхней Волжью. На заседании был представлен текущий статус работ по ключевым позициям. Значительная их часть проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Всего в план на этот год вошел ремонт более 400 километров региональных и местных трасс. По мероприятиям регионального значения планируется реализация ремонта 51 объекта в текущем году, 15 ремонта объектов мостов и 7 территорий здравоохранения. На сегодняшний день заключено контрактов 54 объекта и по 19 еще осуществляется подготовка конкурсной документации. Завершается ремонт региональных дорог, проходящих по городам Красный Холм и Биржеск. Продолжаются работы на трассе от Торжка до Старицы, подъездах Западной Двине и других направлений. Благоустроена территория возле Торопецкой ЦРБ. В 2024-2025 годах приведут в порядок площадки еще возле шести медучреждений. Свыше 400 позиций муниципальные объекты, включая 68 дворов. Кроме того, заявлено обновление 68 плацов возле учреждений образования. Игорь Руденя подчеркнул, все должно быть готово к 1 сентября. Также рассмотрены вопросы повышения качества пассажирских перевозок. Конечно, это транспорт Верхневолши. Сегодня мы видим, что требует особого внимания работа по подбору персонала на наши синие автобусы. И вопрос качества технического обслуживания автобусов. Потому что мы видим обращение граждан, где есть и по качеству вождения, и по работе кондиционеров, и по оплате проезда неудобств, которые возникают. На седании были обсуждены перспективы развития внутреннего водного транспорта. С учетом роста количества судозаходов в Верхневолже. В прошлом году их число достигло 166. В этом планируется обеспечить 187. Заявлены планы по обустройству причалов в Ханаковском, Калязинском, Киморском, Осташковском округах. Еще одной темой стала подготовка квалифицированных кадров для дорожной отрасли. Сотрудничать с Тверской областью в этом направлении готов Московский автомобильно-дорожный университет.